Как помочь местным производителям и дать им больше возможностей для развития? Как улучшить жизнь людей в сельских районах? Парламентарии, избранные в Палату представителей и Совет Республики от Могилевской области, на примерах предприятий Быховского и Белынческого районов, ищут общий алгоритм для подготовки законов. Наш репортаж с Быховщины. Хозяйство Лохва в деревне Косичи – государственное предприятие. Одно из трех Могилевской области, где выращивают радужную форель. В этом году здесь планируют вырастить 500 тонн рыбы, но цель все же достичь заложенной в проект мощности в 700 тонн. Стимул есть, так как продукция хорошо продается. Если раньше, когда мы начинали, мы за месяц продавали на Белоруссию еле-еле 100 килограмм рыбы, то уже в апреле месяце было продано 10 тонн рыбы на Белоруссию. Основная часть экспорта, имеется в виду Россия, занимает охлажденная рыба. И скоро в хозяйстве появится современный упаковочный комплекс, который должен увеличить реализацию. Пока же в Лохве осваивают копчение. Только в апреле появилась камера. 10 часов – и форель холодного копчения готова. Наша рыба не используется у нас ни консервантов. Коптится на опилках ольховых. Наша рыба вкусная, покупайте. Кроме копченой и соленой рыбы, в этом году хозяйство уже реализовало 150 килограмм красной икры. Здесь рассчитывают, что к Новому году в белорусских магазинах появится и партия икры быховского производства. Визит в форелевое хозяйство – рабочий. Цель всего семинара – познакомить с парламентариев и с достижениями, и с проблемами, которые есть на местах. В расчет на помощь и поддержку. Чем же можно помочь? Быстрыми внесениями изменений в ранее принятые законы. То есть отремонтировать их как бы по-быстрому. Ситуация меняется, мир быстро развивается. И действительно многие обращаются с вопросами, которые, казалось бы, на раз должны решаться. И вдруг их нет. Сегодня мы попробуем это услышать. И на ближайшем рассмотрении комиссии, сессии попробовать их учесть и внести изменения. Развитие экономики, привлечение инвестиций, условия для развития малого и среднего бизнеса и, как итог, занятость людей – это важная позиция и для местных властей, и для парламентариев. Важно здесь посмотреть на местах, услышать руководителей, людей, которые здесь работают, что необходимо еще сделать на законодательном уровне, для того, чтобы эти условия были более приемлемы, более приспособлены для вот этих сельских территорий. Быховский овощесушильный начинался в 1929 году как ацетоновый завод. После войны завод стал уже пищевым предприятием. В наше время, 10 лет назад, здесь модернизировали производство. Но это привело к закредитованности, и теперь завод проходит процедуру санации. Это своего рода финансовое оздоровление, когда долги замораживаются, и предприятие начинает с чистого листа. Сегодня Быховский завод уже не тот завод, который был 2-3 года назад. Сегодня завод полностью загружен производственными заказами. 24 часа в сутки работаем. Портфель заказов сформирован на 6 месяцев вперед, и сейчас контрактуемся на все остальное. Экспорт почти 40% от объемов производства в 19 стран. Самые популярные продукты – консервированный горошек и кукуруза. Сейчас горошек делают из молдавского замороженного сырья. Но в начале июля будет свой. То, что мы сегодня посмотрели, у предприятия вроде и есть достаточно хороший бизнес-план, и видит руководство развития этого. Поэтому я желаю, чтобы все у них выполнялось в то же время, и будут возвращать вложенные в них деньги и государству, и тем предприятиям, которым они должны. Встречи парламентариев с властями и руководством предприятий на местах будут и дальше проводиться в Могилевской области. Продолжение следует...